Летом, мой шалох, я хочу открыть магазин корейской косметики. И у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, с чего мне начать? Чего я должен изучать, чтобы создать успешный бизнес? Заранее благодарю. Мои друзья говорят, не рассказывая свои идеи, всем подряд отберут и сами сделают, у кого деньги есть. Заранее спасибо. Угу. Ага. Но. Хороший бизнес, но много не зарабатываете. Всегда то, что экономит время, экономит деньги, люди с радостью покупают и с радостью делят. Есть у меня идея по упрощению отделки домов и в квартире. Вот займитесь этим. Это что-то новое. Трестное, сколько вопросов. Хотел открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Рецепт, что-то так встать. Рецепт, что помогает больше, конечно, людям. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши читатели. Добро пожаловать в рубрика «Вопросы до Влатова». Пожалуйста, каждый раз, когда вы находитесь что-то полезное в этой рубриках, ставьте лайк, рекомендуйтесь своим друзьям, знакомым, подпишитесь на наш канал и постоянно получайте полезные ответы. Сдавайте актуальные вопросы в почту, которую вы видите под это видео. Мы всегда отвечаем. Если вы задавали вопросы и на ваш вопрос не пришел ответ, это означает, что аналогичные похожие ситуации ответы есть в других рубриках. Посмотрите, вы там найдете их. Дорогие друзья, хочу ответить на несколько вопросов, которые пришли. Меня зовут Рустам. Я из Казахстана, города Аль-Метей. Я слушаю вас на YouTube, читаю ваши книги. Билю вас на тренинге. Благодарю вас за полезные знания и ответы. Да, вознаградит вас Аллах за ваши труды. Большое спасибо, Рустам Джон. Я очень благодарен вам за такое искреннее отношение к нам. У меня к вам просьба дать совет в этом вопросе. В Казахстане сейчас разрешили воспользоваться частью пенсионных накоплений, которые можно использовать на приобретение недвижимости. У нас с супругой есть две квартиры. Одна из них в ипотеке. Одну мы сдаем в аренду. То есть 130 тысяч тенге. Чтобы купить новую, нужно продать имеющуюся примерно на 21 миллион и купить ближе к центру около 30 миллионов. В этом случае мы используем пенсионные накопления и затем не сможем продать, мы сможем, то есть продать, а затем не сможем продать в течение 5 лет. А в этом случае мы используем пенсионные накопления и затем не сможем продать в течение 5 лет. Наш ежемесячный доход от 800 до 1000 долларов. Или лучше продать имеющиеся и вложить деньги в новостройки, купить два квартиры уже на окрае города и ждать окончания строительства. Но в этом случае мы требуем ежемесячный доход. Как поступить? Или же, по вашему опыту, есть какие-то другие варианты? Посоветуйте, пожалуйста, с уважением Рустам. Рустам, дорогой, все зависит от плана, который у вас есть. Если вы хотите, если вы имеете план, чтобы ежемесячный денежный поток иметь, доход небольшой, но ежемесячный денежный поток, но не с сильным ростом капитализации. Например, вы можете, вот как вы говорите, ближе к центру покупать, то есть то, что добавляя ипотеку и так далее, покупать, то, что вы можете взять, например, ближе к центру. Но, когда вы ближе к центру покупаете, легко сдаете, ежемесячно получаете пассивный доход. Но стоимость этой квартиры сильно не будет расти. Хоть через 5 лет, хоть через 7 лет, чуть-чуть будут расти. 5%, 10%, но много не растет. Почему? Потому что квартиры в центре, они и так, и так дорогие. Они и так, и так действительно дорогие. Вот это, если вы хотите иметь денежный поток, вот такую стратегию надо использовать. А вторая стратегия, это вы посмотрите город, в какую сторону развивается, в какую сторону расширяется. Вы продаете эту существующую квартиру, которая у вас есть и так далее, и вы возьмете новостройки. Как раз вот это, добавляя свой пенсионный фонд и так далее, два квартиры можете купить, там одна комната или два-двух комнат, если хватает, если деньги. По чуть-чуть, по чуть-чуть до рассрочки возьмите и доплачиваете. А там зарабатываете за счет капитализации. То есть получается, что через 3-5 лет, когда вы продадите эту квартиру, когда надо строиться, если вы продадите его, я могу уверенно сказать, что рост там ваших денег будет в районе 25 до 40%, возможно до 50%. Но 30-40% однозначно вы можете на это зарабатывать. Поэтому все зависит от вашей планы. Если вы хотите капитал увеличивать, делите вторую стратегию. Если вы хотите ежемесячную пассивную доходы, тогда первую стратегию. Но я бы делал вторую. То есть я взял бы две квартиры, новостройки, рассрочку, договаривался бы и оплачивал бы там, если не достающую сумму, частями платил бы и до тех пор подождал бы, пока она все подорожает. А потом захотел бы продал бы, захотел бы сдал бы и так далее. Здравствуйте, Саймурод Авлатов. Хочу узнать, меня зовут Уламбек, я 20 лет работал на производстве по сборке и монтажу пластиковых окон. Из них 5 лет на хозяина, остальные 15 лет на себя, так как открыл ЧП. Мне 48 лет сейчас и хотел заняться розничной торговлей, также продавать окно и двери без установки и сборки. Угу. 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 Только готовый из дерева. Угу. Как бизнес-тренер, что вы мне посоветуете? Угу. 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 – Причем sumeriyen из села 1. Угу. 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 не зарабатываете не знаю почему-то один из моих учеников из которой он очень хорошо вроде бы делать хорошие двери красивые нормально и так далее ну три тысячи долларов 5000 долларов зарабатывать в месяц 2000 долларов вот так в общем много не зарабатывать если вас это устроит вот такой уровень дохода тогда делайте но конкуренция тоже очень большая потому что готовы двери привезут привезут с россии с белоруссии с украины этот с китая с разных стран их очень много с казахстана с узбекистана и общем не знаю этот с какого города мне задаете вопрос но могу уверенно сказать что просто готовы двери везде продается почему вы занимались вот это пластиковое окно монтажу пластиковое окно и так далее на а вы ли вы не производили получается вы только в ней производстве вы пишите же вот пластиковое окно когда по размерам дают вам вы пойдете делаете чаще бывает что пластиковое окно не экспортируется и так далее основном они по заказу делают заказ делаешь и пойдет и получает делать поэтому там нам мне кажется что конечно сейчас тоже конкуренция большая но сейчас но там легче зарабатывать мне кажется чем даже готовы двери продавать но если вы еще раз повторю если вас ваши двери вы уверены что будут конкурентоспособны попробуйте а что касается второй ваш вопрос есть у меня идея по упрощению отделки домов и в квартиру вот займитесь этим это что-то новое это то что сокращает расходы людей а люди будут с радостью за это интересоваться всегда то что экономит время экономит деньги люди с радостью покупаете с радостью делать например когда люди готовы запомните когда люди готовы платить деньги в трех случаев жизни первый если сами это не умеет делать или если у них этого нет повторяю первые люди готовы платить деньги если они сами это не умеет делать или если это у них нет это предмет или не знаю что-то угодно второе люди готовы платить деньги если ты экономит им время и деньги то есть сокращать их расходы или экономит им время Третье. Люди готовы платить деньги, если не могут найти лучший вариант по сравнению с тем, что вы предлагаете. Значит, надо быть в своем уровне или в своем роду самым первым и лучшим надо быть, чтобы люди покупали у вас. Так что, если вы нашли способ, как отделки домов упростить и квартир, займитесь этим. Это то, что не все делаете, не все умеют профессионально. Так что делайте. А то, что средства нет, ничего страшного, они появятся, если вы начнете фокусироваться, планировать и делать. Партнера возьмите, фокусируйтесь, обязательно появятся, в варианте обязательно появятся. А то, что вас строительные компании не понимают, об этом не обижайтесь, об этом не расстраивайтесь. Это природа человека такой. Надо одну сделать, одну комнату или одну что-то сделать и показать им. Пока вы одну не сделаете, не покажете, они не поймут вас. Это однозначно. Вот. А то, что ваши друзья говорят, не рассказывай свою идею другим и так далее. Ну, где-то уместно, где-то неуместно. Я много раз по телевизору даже говорю, чем собираешься заниматься до конца жизни. Или что буду делать в этом году и так далее. Просто даже некоторые вообще не верят в то, что я говорю. У меня была и работала и так, и так. Конечно, не говорят, говорят, хорошо, якобы там дьяволы заглазят, что ли, или там люди заглазят, или там как будто энергия там потеряется и так далее. Но мне кажется, что чему ты веришь, то и происходит. Иногда бывает так, что когда, я не знаю других, я прочитал Эдисона, Эдисона. Иногда Эдисон рассказывал людям, на какое изобретение сейчас он работает. Но когда он так говорил, и ему пришлось брать на себя ответственность, потом он таким образом создавал в себе внешний контрол. И внешний контрол, который не давал ему покоя. Потому что со временем журналисты Абьат начали спрашивать, что когда будет то, что ты работаешь над этим изобретением и так далее. Ему пришлось так делать. Когда я прочитал Абьат, я тоже начал эту методику использовать. Я иногда даже заявляю людям, что вот скоро выпускаю такой книг, или там говорю, что теперь делают над этим, работаю, или какой-то проект и так далее. И теперь из кожи я вылезаю, чтобы потом этот проект сделать. Потому что есть внешний контрол. Получается, что какая-то ответственность появляется перед людьми и так далее. Но что-то, конечно, вовремя получается, что-то медленно, но придется делать точно. Потому что назад дорога не будет. Не переживайте о том, что ваша идея как будто кто-то украдут. Нет, если у вас появится хороших людей и так далее, просто станьте партнерами, рассказывайте свою идею. С теми, у кого есть деньги, делайте вместе. У вас тогда получится. Если у вас идея есть, а у кого-то денег есть, станьте партнерами, делайте. И результат будет. От этого будет больше пользы. Успешные люди никогда не украдут. Украдут только те, которые сегодня чуть-чуть разбогатели, или вчера чуть-чуть зарабатывал. Успешные люди никогда не украдут. Это им не нужно. У людей свои собственные идеи огромное количество. У людей очень много идей, которые так и не реализованы остаются. Поверьте, это так. Здравствуйте, наставник. Меня зовут Аружан. Я из Казахстана, город Нур-Султан. Мы со всей семьей смотрим ваши видео, читаем ваши книги. Я очень уважаю вас. Спасибо вам большое. Летом, Мошу Лох, я хочу открыть магазин корейской косметики. И у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, с чего мне начать? Что я должна делать? Чего я должна изучать, чтобы создать успешный бизнес? Заранее благодарю. Первое, что вы должны делать, делать маркетинг. Маркетинг делать, анализировать рынок. Что такого уровня косметика, по такой цене, какой объеме тут продается у вас в Казахстане. И вообще, есть ли потребность на это? Сначала я бы рекомендовал вам просто возьмите несколько из этих косметики небольшой партии, пусть на 500 долларов или на 1000 долларов. Тестируйте через интернет, хотя бы посмотрите там потребность на него как и так далее. Попробуйте таким образом. Как вы убедитесь, это маркетинг называется, как вы убедитесь, что рынок есть и потребители уже готовы купить по такой цене. То есть, очень важно, чтобы по такой цене хотели купить, в такой условии хотели купить и так далее. И могут ли купить потребители. Если видите, что потребность есть на это, тогда открывайте, не бойтесь. Но открывайте там, где-где. Сначала делайте хронометраж. Если вы магазин офлайн откроете, обязательно проходимость. Проходимость большой роль играет. Если торговый центр открываете. Торговый центр иногда вам говорят, что к нам заходит в день 10 тысяч человек. Но, возможно, они исходят из того пикалка, которую они ставят там возле, на входе поставят. Она там, которая регистрирует, сколько человек заходит, выходит. Они, исходя из этого, могут вам сказать, что у нас 10 тысяч человек в день заходят в нашем торговом центре. Но я хочу вам сказать, что вы не берите это в голову. Вы идите, стойте возле того бутика, который дадут вам. И проводите хронометраж, сколько человек реально проходит мимо этого бутика. У меня был такой случай, что я помню, что я брал в торговом центре магазин одежды. Мне сказали, что 14 тысяч человек в день заходят. Но когда я начал хронометраж делать, мимо моего магазина проходило 117-130 человек в день. Максимум. А в выходные дни около 200. То есть получается, что 14 тысяч, они говорят. А я думал, если 14 тысяч, 10% из них, если мимо моего магазина проходит, это 140, и 140, если 20% зайдет, это 50-60 человек. Я так придумал, сам себе в голову закладывал воронку. А хотя оказалось не так. Поэтому, стойте, делайте хронометраж возле того магазина, который, в бутика, который вам предлагают арендовать и так далее. Почитайте. Поэтому, если мимо вашего бутика хотя бы пройдет торговый центр, больше 500 или больше тысяч человек, тогда берите. А если на улице от 1000 до 35 тысяч в день проходит мимо вашего магазина, берите обязательно. Но сделайте, если вы на улице берете, магазин открываете, сделайте так, чтобы магазин не был такой, чтобы надо по лестнице подниматься или по лестнице спускаться. Надо стараться, чтобы она была ближе к уровню дороги. Потому что чем будет, если лестница и так далее, автоматом 85% людей не поднимается. Мимо вашего магазина могут пройти 10 тысяч человек, но не заходит даже 500. Такой тоже будет. Поэтому старайтесь, чтобы подъем и спуск не были. Дорогие друзья, если вам что-то понравилось, если вы брали для себя какую-то полезность и так далее, пишите в комментариях, что вы брали полезное из этого видео. И пора от теории прийти к практике, к действиям, пожалуйста, ставьте лайк, рекомендуйте своим друзьям. И по другим вопросам по бизнесу, о том, как открывать и так далее, или как увеличивать доход и так далее, посмотрите налево-направо видео, которое выходит у вас и нажимайте туда. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!